Вы явно слышали фразу «зжечь корабли». Вкратце она означает, что если вы взялись за что-то, то посвятите себя этому. Если вы знаете историю, то наверняка знаете, что данное высказывание принадлежит Тарику Ибн Зияду 711 года нашей эры из Северной Африки. Он перешел через Гибралтар и захватил Иберийский остров, и когда он высадился на берег, то он сжег свои корабли. Он сказал, что обратного пути нет, мы собираемся захватить это царство. Спустя тысячи лет в далекой-далекой галактике магистр Йода сказал В общем, мой совет, который я даю каждому, кто начинает новое дело, это посвятить себя всего, все свои силы. Серьезно, когда жизнь вас ломает и вам приходится начинать все заново, то вам надо дать себе обещание глубоко внутри, что вы найдете способ это сделать. Господа, вера, мысленный настрой, что вы можете это сделать или нет, вот где все начинается. Хорошо, на этом моменте вы себя настроили и решили посвятить себя делу. Тогда пришло время высунуть голову из песка. Думаю, вы знаете это, когда страусы пугаются, они прячут голову в песок. Но знаете, что люди так поступают гораздо чаще. Так вышло, что мы очень пугливы, мы боимся потерять нашу работу, бизнес не идет. Наше сознание сужается, мы входим в состояние бей или беги. Мы работаем по 50-60 часов и ищем способ работать 80-90 часов. Повторяя снова и снова то, что не работает. Может, стоит посидеть часок и подумать, вместо того, чтобы отвлекаться на телевизор, телефон и прочие факторы. Очень многие, включая и меня, поддаемся отвлечению вместо того, чтобы посидеть, подумать над тем, куда мы идем, к чему мы стремимся, лестница Устины, хочу ли я на нее взобраться. Может, это благословение свыше, что вы потеряли эту работу, что ваш бизнес просел, потому что вы работаете в той индустрии, в которой вы не были счастливы, несмотря на то, что вы получали деньги. В этом и дело. Надо сделать шаг в сторону, подумать, куда вы идете, то ли это направление. Все дело в голове, вам надо сделать план. План вас не спасет, но он позволит вам пройти через процесс, взглянуть на возможные трудности и подумать, как их обойти и что для этого нужно. Вот для чего это. Далее давайте поговорим о разбеге. Проведем аналогию. Вы в самолете, который вот-вот взлетит. Чем длиннее его взлетная полоса, тем больше шансов, что он оторвется от земли. Как это работает? Ветер заходит под крылья, и это дает тягу. Чтобы это произошло, нужна скорость. А чтобы появилась скорость, вам нужен достаточный разгон. В этом-то и суть, что надо дать себе время. Если у вас бизнес, или чтобы найти подходящую работу, для этого у вас должно быть немного денег и свободного времени. Как быть с деньгами? Самый лучший способ сделать так, чтобы у вас были деньги, это сократить траты. Лично для меня это жизнь в маленьком городе и работа из дома. Серьезно, первые 300 видео я снял в подвале своего дома, не имея дорогого офиса и машины в кредит. Это позволило мне много сэкономить, я продал много вещей, я продал свой мотоцикл, аксессуары для камеры. Нет, не мое оборудование для съемок, а только то, что мне не потребовалось. Это позволило мне собрать денег, чтобы заниматься делом. Вторая часть управления – это время. Это часто игнорируется, но это очень важно. Это же не просто время, это энергия. Это возможность фокусироваться на том, что надо сделать. Тут простая математика. Если вы фокусируетесь по 4 часа в день на том, чтобы достичь мечты, а другой парень фокусируется по 8 часов, то он достигнет ее в 2 раза быстрее. И это большая разница, потому что его полоса для разгона такая же. Но вот в чем прикол, очень многие из нас отвлекаются. Вы работаете в окружении, где все отвлекает. Ваша жена желает вам лучшего, но она отвлекает вас каждый час. Дети бегают туда-сюда. Я сам все это проходил. Вам надо найти выход. Лично я ходил к скамейке в парке, пил там кофе. Я вставал рано утром, потому что все еще спят в 3-4 утра. Я просто досыпал до обеда. Вам необходимо найти время для того, чтобы фокусироваться без отвлечений. Потому что когда вы попадаете в поток, в этот момент и происходит вся магия. Потому что когда вы отвлекаетесь, то вам требуется 15 минут, чтобы снова попасть в поток. Поэтому гораздо лучше выделить время для того, чтобы быть сфокусированным. И, конечно, надо следить за собой, упражняться для того, чтобы была энергия, чтобы работать по 8-10 часов. Вы все можете успеть сделать до обеда, если вы проснетесь рано. Зато потом вы можете провести время с семьей, но вам надо выделить время для того, чтобы у вас было пространство для разбега. Далее, господа, следует быть очень внимательным насчет той информации, которая поступает к вам, потому что она будет влиять на ваше решение. Потому что если вы принимаете дезинформацию от людей, у которых нет никакого опыта, которые понятия не имеют, о чем говорят, то могу поспорить, что вы совершите много неправильных и дорогостоящих действий, которые замедляют все процессы и сделают так, что ваше время для разбега закончится гораздо быстрее. Лично я считаю, что она стоит того, чтобы потратиться на хорошего ментора, тренера, найти сообщество, источники информации, которые помогут вам достичь того, чего вы хотите. Итак, вы изучили рынок и тренды, вы написали бизнес-план, и у вас готова минутная презентация проекта. Пришло время продавать. Это место, где резина встречается с дорогой. Не надо идти печатать визитки, не надо идти и арендовать офис, не стоит покупать себе новую машину. Первым делом продайте мечту. Продайте услугу и заработайте немного денег. Депозит – это отлично. Таким образом, вы создадите себе полосу для разгона. И самое важное, вы протестируете ваше предложение. Потому что все ваши друзья сказали вам, что это отличная идея, но никто из них вам не заплатил. Но поймите, у вас нет бизнеса. Все друзья просто тешили ваше эго. Это не тот способ, как вы можете добиться успеха. Вам надо выйти на улицу. Вот в чем дело. Многие думают, что продажи – это плохое слово. Но это не так, потому что, когда вы предлагаете решение для чьей-то проблемы, то они более чем счастливы заплатить вам деньги, если это им покажется хорошей сделкой. Я делаю это постоянно, как владелец бизнеса. У меня всегда есть проблемы, которые требуют решения. И я с большой радостью дам вам денег, если вы гарантируете решение для них. Вот как это работает. Поэтому вы спокойно можете действовать, и нет ничего личного в том, когда вам говорят «нет». Просто это может не требуется, или не подходит для бизнеса. Но вот в чем дело. Когда вы услышите 10 или 20 отказов, а вы думали, что это ваша аудитория, то, скорее всего, вам лучше сделать переоценку. Может, вам следует изменить модель бизнеса. Поэтому это даже хорошо, что вы не печатали визитки, потому что этот клиент оказался не вашим клиентом. А после 50 отказов от 7 разных типов клиентов, вы можете понять, что идея и проблема, которую вы пробуете решить, что вы не до конца ее понимаете. Чем быстрее вы получите отказы, тем быстрее вы придете к соглашению. А те, кто согласятся, будут очень рады заплатить вам. Вы получаете деньги, они падают вам на счет, не тяните 30-60 дней, только если вы не огромная компания. Если вы малое предприятие, то вам нужно получить эти деньги как можно скорее, чтобы у вас были средства для развития и разбега. Далее вам надо найти возможность, чтобы снять гору с плеч для кого-то, кто может за это заплатить. Все очень просто. Будь это работа или бизнес, если вы можете это сделать, то вы будете зарабатывать. Если у кого-то из шеи идет кровь, то он не будет думать о том, в какой больнице сейчас есть скидка или какая больница, ближе. Они отправятся в больницу как можно быстрее, чтобы спасти жизнь. Поэтому вы ищите возможность, чтобы решить проблему. Поэтому если вы ищите работу, с которой вас не смогут отпустить, то вы должны решать проблему, которая держит их на плаву. Вы открываете бизнес, который решает проблемы для других бизнесов. Часто это продажи. В других ситуациях это могут быть проблемы с судебными разбирательствами. Я не знаю, какой у вас багаж, но вам понадобится адвокат, если вам надо заниматься судебными тяжбами. Ну или, может, вы знаете, как свести адвокатов с компаниями и просто брать свою комиссию с этого. Я не знаю, но существует очень много возможностей. Моя жена страдает мигренью, и если она или я забудем принять свои витамины, то это не так страшно. Но если она забыла свои таблетки от мигрени, то мы можем развернуться и поехать домой спустя 20 и 30 километров, только чтобы взять эти таблетки. Потому что это важно, чтобы она могла себя чувствовать спокойно в течение дня, не испытывая головную боль. Вам необходимо убедиться, что вы можете предложить что-то миру, что решает эту навязчивую и больную проблему. Если к этому моменту у вас уже есть несколько продаж, мои поздравления. Но теперь вы попали в зону риска, потому что вам надо сделать переоценку и внести правки. Скажем, вы сделали 10 продаж. Давайте рассмотрим тех клиентов, которых вы хотите обслуживать. И это прибыльные клиенты, потому что часто бывает, что люди продают услугу, но теряют деньги. Вам надо избавиться от таких. Потому что не получится выруливать даже на объеме. Я сам такое проходил, я загнал компанию в банкротство, потому что я так думал, а это не работает. Сфокусируйтесь на двух-трех клиентах мечты. Они вам быстро платят. Они могут предложить вам еще работу. И это прибыльно. Вот в этом направлении вам надо сделать свои правки. Вам надо нацелить свой бизнес, чтобы он привлекал именно таких клиентов. И это будет ключевой момент для вас, чтобы начать масштабироваться и расти. Еще одна вещь, которая появляется на этом моменте, когда вы начинаете продавать и получать деньги, вы начинаете испытывать перегруз. Появляется слишком много работы, и катастрофически не хватает времени. Поэтому вы нанимаете на работу, чтобы быть более продуктивным. Ну, это одно из решений, и с этим следует быть весьма аккуратным. А лучше подумать, можете ли вы от чего-то отказаться. Достаточно ли вы продуктивны с вашим временем? Важно ли то, что вы делаете? Потому что ничего не стоит попасть в ловушку того, что вы вечно заняты. Но так ли это на самом деле? Часто мы занимаемся тем, что мы не имеем большой важности. И это можно было бы не делать. Но в случае, когда, да, вы занимаетесь важными вещами, и нельзя отказаться от чего-либо, тогда, да, имеет смысл нанимать людей, чтобы они могли отвечать на звонки и оказывать поддержку клиентам или заниматься маркетингом. Но безопаснее и дешевле осмотреться и подумать, от чего вы могли бы отказаться, и что на самом деле вас отвлекает. Господа, если хотите быть более продуктивными, тогда смотрите это видео, где я рассказываю об 11 вещах, которые делают самые продуктивные люди каждый день. Чтобы понять, делаете ли вы это или нет, смотрите это видео. Спасибо за просмотр!